Ну давай залезем в душу на фреомолию и попробуем найти канадзишу, тем более мы на практику с Андреем разговаривали, то есть у каждого есть своя помеха. Ну вот посмотрим, вот мне интересно, мне кажется, там что-то покажется интересного. Ну давай грузись-то, поехали. Потом посмотрим. Удобно максимально. А где Оля шлендается? Все гениальные люди. Переяние запросы ставим. Ну спасибо, я всегда вовремя прихожу. Вдох-выдох, ножки, расконцентрация по столбам, голени, бедра, животик, грудная клетка. Вдох-выдох и проваливаешься глубже и дальше. Кисти рук до локтя, до плеча, шея, лицо, каждая клеточка, челюсть расслабляется. Хочет отвиснуть язык в небо. Вдох-выдох и проваливаешься еще глубже и дальше. Состояние великолепное. А теперь просто почувствуй, как ты летишь спиной вниз. Фух, полет. И ты оказываешься в том состоянии, где ты можешь брать информацию. Свободное падение. И ты приземлилась во внутреннюю глубину своей психики. И в этих глубинах у тебя есть доступ к любой информации. Внимание! На гипофис. В центре головы. И задай. Задай себе вопрос. Как напрямую установить коннект с душой? Как быстро и качественно отладить связь? Что этому может мешать? Есть ли какие-то помехи, которые препятствуют? Угу. Сразу вижу вот такой слой. Достаточно плотно, тягучий. Угу. Еще. Это энергия. Угу. Энергия. Как будто вот какие-то отголоски от наших. Хочешь сказать слово убеждения. Угу. Как будто мы прожили какую-то жизненную ситуацию, да? Угу. У нас осталось от нее воспоминание. Угу. Там уже не только осталось воспоминание, а наше отношение к этому воспоминанию. Да? Так как мы ее характеризовали, эту ситуацию. Угу. Вот эмоционально окрасили. А вот эти вот эмоциональные отголоски. Вот вижу, ну, на данный момент вот этот вот слой, когда человек стоит, да? Да. Потом такой толстый достаточно промежуток. Думаю, что у кого-то он будет уже, у кого-то толще. И потом идет, а потом идет не сразу душа. Угу. Как будто первое препятствие какое-то на пути. То есть это ресурсные травмы, по сути дела, со сформированными убеждениями. Мы через них идем. вот этот тягучий слой. Он из прошлого нас преследует, как кармическое наследие. Угу. 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 То есть это прошлая жизнь, она как будто в карму ушла, развилась через опыт этой жизни. И через опыт этой жизни создалась заслонка. Да. Заслонка, да. Потому что заслонка создает как будто сам человек. Угу. 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 давай самый простой вот ты сейчас видишь этот слой можешь ли ты с ним что-то сделать оптом вот у себя да его могу брать но здесь все идет на вере насколько я позволю себе это сделать я могу я могу сделать это сто процентов но насколько поверю себе что я это сделал супер а давай посмотрим механизм веры как корректируется в таком случае где его можно подкорректировать чтобы настройки чтобы поверить что я могу что тараканы сомнения а вдруг не получится и так далее все это разбежалась все ресурсы энергия которая от них идет она дает веру в себя через веру в себя мы можем брать то есть он как запомнят и круг какой-то получается то есть вот этот опыт он и питает веру в себя на нем и строится механизм в принципе сейчас не очень понимаю что говорю ну да 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 ты отлично говоришь то есть через собственный опыт мы укрепляем свою собственную веру да она как будто замкнутый круг то есть мы освобождаем какую-то энергию допустим ресурс проживаем что-то на собственном опыте да и у нас это получается мы подпитываем дальше вот этот вот круг можем убрать вот это вот через опыт можем убрать предыдущие какие-то убеждения то есть таким образом то есть по сути дела мы не можем снести просто так этот круг потому что вы вместе с ним не до формируем и не запустим нормальный механизм веры потому что у нас не хватит опыта об этом речь и мы можем сносить этот этот класс только постепенно через мелкие достижения и через перепрописывание опыта опыта и опыт будет выдавать энергию механизм сейчас а сейчас прошла прошла практика который переживает пересмотр пересмотра 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 можно еще не не столько через повторять опыта если был какой-то негативных в прошлом в прошлом в прошлом а можно через перепросмотр перепроживание она мне вот в таком виде пришло слово именно не перепросмотр а перепроживание да таким образом менять трансформировать свой прошлый жизненный опыт его что-то новое которое поможет нам снести вот этот вот слой толстые которые убеждение то есть когда ты пересматриваешь свое убеждение да она автоматически снимается мне блин ну мне-то интересно залезть туда как-то прям напрямую без этого всего это туннель хочется сделать какой-то можно ли сделать как можно узкий туннель можно взять какую-то сферу жизни и направить туда внимание вот скажем то это как будто точечно перепрограммировать вот этот вот участок один то есть убеждение не по всей жизни до перепроживать перепросматривать перезаписывать а допустим определенная сфера это вот например отношения до отношения с матерью да вот был какой-то зацеп раньше сложилось плохой перри просмотрел вот этот вот точечно до опыт и пошел через него потом душу но там нужно глубинно перед словас тяжело подбирать глубинно вот этот пласт снять чтобы он позволил напрямую к душу прикольно так она сейчас рисует да вот эта стена и как будто вырезано как во льду эти лунки вырезают это прямой путь то есть в сферу интереса до который ты ходил на туре тебе разница да по сути дела или или интереса действительно интереса куда тянет там вообще будет похоже легко потому что это с двусторонней будет связь но нам-то смысл какой чтобы понять что душе интересно да как бы найти этот путь если с этой позиции то просто брать какой-то определенный определенную сферу жизни пробовать проработать а да да я ее и конект этот установится тогда душа сможет достучаться и уже разбирать остальное вот мне прям мурашки тут покушу как-то так то есть по сути дела если мы грубо говоря берем человека который не слышит свою душу и у него сейчас есть либо интерес там очень глубинно изучить там какие-то психические свои особенности изменить свою жизнь либо ему больно так что вы просто штырит по какому-то параметру мы берем этот параметр в проработку глубинную проработку просто вы потрашиваем его наизнанку то у нас есть шанс выйти сразу на душе а все остальное тогда как-то потрашивать он сам потом по мере до расширять эту стеночку себя она прямо так вот растет жизнь будет подкидывать опыт через жизненный опыт либо же он самостоятельно будет прорабатывать это целенаправление то здесь но она уже будет расширяться есть просто цель вот был найти вот этот проход к душе она поможет сто процентов таким образом можно сделать но это должна быть действительно глубинная проработка то есть если брать не через интерес а если брать какую-то определенную сферу жизни где особенно болит да да уже когда там накал там нужно очень глубоко копать чтобы докопаться до души ну видишь она и получается в жизни по опыту самые лучшие результаты у тех у кого реально в херячила боль так чтобы на стенку лезть либо же им действительно настолько прикольно и интересно вот как андрею было да что он просто на месте не мог усидеть от того что перла ему было это интересно ну два варианта когда третьего как-то я и не встречала либо то либо то а когда приходит а вы попробовать но нихрена потом не получается плавают плавают по поверхности да потому что это как будто боль еще такая неглубокая потому что все равно в основном приходите сюда через поле так и иначе она не сильно еще нет готовности и мир работы да да нету стимула да тогда хочется измените меня помогите что-нибудь делаете за меня да потом человеку говоришь слышишь сходи по работе он кругами бегает пока там в дтп не попадет на больничку не в больничку не уляжется а потом уже с больнички ой меня так накрыло вот когда уже накрыло тогда можно работать а иначе до этого ваш мозг не включается нормально кстати а почему так происходит с людьми осознанность нулевая ходилка стрелялка с одной программой включение в саморазвитие только через боль нету программ драйверов вообще нету драйверов на осознанность вот сколько смотрю людей драйвера на осознанность либо это опыт души уже большой то есть это старая душа то есть у нее уже были опыты включения осознанности в каких-то инкарнациях и тогда у нее они срабатывают они сохраняются ты говоришь там еще что то есть ты чувствуешь прям такого позамом не что еще потому что вот я два варианта встречала либо старые души либо этот вот либо через боль основная масса через боль от воли там есть за ты какой-то сейчас драйвера на осознанность это те у кого уже души старые которые уже много раз инкарнировали и вообще уже подходят концу игры чтобы выскочить на другой матричный уровень вот там да там тогда человек быстро начинает развиваться сам и 5 таки есть какой-то возрастной центр хотя сейчас про возрастной центр тяжелого сейчас очень много старых душ пришли играть и они сейчас возрасте там 20 лет смотришь понимаешь что блин они мир изменят точно такое чувство как будто по предназначению хочется сказать люди приходят на дело в том что есть люди которые которых прописана вот эта игра работа со своим сознанием а кто-то просто пройдет мимо и вот те кто пройдут мимо мне почему-то очень не нравится это слово но здесь она прям идет бота любимая да вот их и трогать не нужно они как придут уйдут у них просто действительно но у них не прописано в предназначение работа у них душа по-другому сценарию идет здесь не то что ее насколько она старая или молода она просто идет играть по своему сценарию в сценарии не прописана осознанность поэтому они приходят вроде и тянет да потому что здесь помощь есть но при этом они так потасовались и ушли дальше играть в свою реальность не нужно держать совершенно а те кто более кого боль уже фиганола сюда то они должны были здесь оказаться так или иначе смотри я сейчас столкнулась с наблюдением таким в принципе я давно с ним столкнулась у меня она мало интересовало последнее время начала интересовать потому что таких людей много появляется в окружении они знаешь как мотыльки вокруг летают летают и бояться прилететь и улетать не прогонишь дал в воздухе висят вечерний такой вариант люди которые связаны например с магией с экстрасенсорикой в основном чернушники как я их называю которых научились что-то делать на рептильном мозге каких-то ритуалах используя какие-то инструменты там руны карты еще что-то да шары еще всякую вот эту вот билиберду для того чтобы угрожать человека и вот у чернушников такой момент я четко чувствую что там душа за то чтобы двигаться да но есть такой же слой преграждающий да у них программы через боль стоят вот у такого типа людей просто задай вопрос у тех кто занимает кто уже пришел в магию у них программы стоят через боль на развитие если там драйвера на осознанность и есть ли какие-то последствия если все-таки человек не использует эти драйвера на осознанность мне сразу идет слово через здоровье через здоровье и они причем об этом такое чувство что знают по крайней мере подозревают и они ставят свое здоровье на это как будто обмен энергиями как будто да как будто обмен энергиями идет причем вот с этими вещами с которыми не работают контакт ежедневно это не ну они не берут боль это болезни других людей это вот энергообмен идет то есть их душа собственная херячит их за то что они дали за своими драйверами нужными причем душа да здесь не за совершенно это все там как будто они вот начали копать до душа включилась в это потому что это их предназначение они начали туда идти копать но на каком-то этапе они просто зависли остановились они захотели дальше они вот у них получилось работать вот таким образом и они без дальнейшего развития начали просто набирать уже если было интересно стал сейчас допустим материальный интерес да либо же у кого-то другое что-то какие-то свои придумают почему они здесь сейчас занимаются этими дальше не идут душа застыла все это дальше ей не дают развиваться и начинает в основном построить почему-то херячить ну вот я тоже это дело замечала и мы с андреем смотрели в принципе то же самое сказал но мы конкретно смотрели людей которые черной магией занимаются вот и там тоже здоровье вылетает первое за воплата идет здоровье именно от души что это не от кого они не берут болезни и не я собственно херячет за неосознанность нет они не от кого эти болезни не берут они такое чувство знаешь вот как будто человек сидит и говорит окей карты таро да или что там мне нужны ваши знания я взамен отдаю вам свое здоровье вот такое чувство как будто вот это осознанно чуть ли не проговаривается крайне мере сознание это воспринимает именно так их желание работать потому что почему это происходит потому что кто-то им когда-то сказал что карта таро обязательно им нужно что-то отдать на самом деле они могут быть субъектом твоей реальности тогда выглядеть они будут по-другому и будут работать по-другому там вот я вижу карты эти да как будто там есть действительно какая-то энергетика но она может быть как низкочастотная так и высокочастотная когда высокочастотная тебе ничего не нужно взамен отдавать вас просто идет ты даешь ей много как будто на одном пласте реальности находится как единое целое становитесь вам не нужно да да там вам не нужно чего-то друг друг другу я тебя одну ты меня вторую да вы вы единой я не знаю как это объясните вот просто вижу как энергия да вот человек сидит такой белая энергетическая оболочка и карты те лежат они такой же белой энергетической оболочкой они просто контактирует эта энергия переливается туда-обратно она никуда не утекает и никому ничего никакой его ряда не наносит а там по-моему начинается работа чуть ли не страха с ними его сразу вот это начат отдать ну во многих же есть в посвящении что что ты отдашь взамен за то что тебе надо этот эгрегор что-то даст в зависимости от того какой шизой был наделен гуру который обучал у каждого своя шиза и прям как каждый делает свою подключку свою не в состоянии вниз поползла сушку давлялся когда ты говоришь и чернухи сразу состоянием используют поднимайся вверх так хорошо что еще посмотри какие варианты прохода кратком душе есть у человека с чем можно работать чтобы эффективнее его к себе приводить у меня есть любимый в обход что-то показывает сейчас рисует но сейчас попробую прочувствовать что это мозг только через чувствование то хочется сказать в этом случае как будто это уже извините душа к вам постучалась в дверьку не ты сам к ней пришел а вот она уже сил нету терпеть такого плана через чувствование себя как будто нужно все отбросить то что пришло извне и социума надо я опять же это какие-то техники нужно использовать когда ты очищаешься вот как будто капуста до пласт лизы листочком ты очищаешься от от всего напускного того что не есть ты ты начинаешь чувствовать душу потому что чтобы тебе снять что-то напускное тебе нужно понять кто ты есть но это вот почему-то показывает в том случае когда наверное душа уже на путь боли поставила человека он напомнился что-то вот таком плане или только этот путь начался и человек опомнился и начал работать над собой понял что здесь что-то не так но этот путь я не скажу что он короткий он тоже не короткий но это просто один из путей еще показывает просто как будто душа обнимает вот человека который вот оголенный когда он понял когда снял с себя все что не есть он они у них получается коннект такой то есть по сути дела это вот тот стандарт по которому мы идем когда мы начинаем проработать человека до по чувствам углубление сперва с ощущений потом чувства потом понимаешь вот здесь вот цель понять что не моё тут какую-то технику можно по сути придумать которая будет освобождать себя чего-то напускного к искренности надо искренность да искренность по отношению к самому себе на здесь чувствование здесь как-то можно отрабатывать по-другому не не обязательно грузясь себя но просто человек всегда должен быть в себе чтобы он отлавливал чувства вы чувствование то сто процентов это без этого никуда а практика зеркала практика зеркала это когда тебе уже просто головой в стену такое чувство там уже твои головы просто рисует показать картинку это практика зеркала это не самый лучший вариант на в плане не самый простой вариант и лояльный скажем так вот как то так какую практику еще можно для того чтобы ну к искренности прийти дом тоже это тоже все равно задавать задавать себе вопросы насколько я здесь искренне сама с собой не совсем вот что касается нравится что касается интереса посмотреть да встать в комнату подойти допустим к стеллажу открыть там у стеллаж вот с книгами да который ты например самостоятельно там покупала или даже просто к стеллажу и посмотреть почувствовать этот стеллаж насколько он тебе близок либо же ты его купила потому что он был дешевый потому что он подходил по твою общую комнату потому что потому что потому что то есть вот на таких вот жизненных мелочах да то что нас окружает смотреть что есть ты из этого на что нет а что это налязано потому что это выгодно было продавцу который тебя эту мебель продавал впаривал грубо говоря на все понимали чем ты говоришь вот эти моменты зависания когда ты смотришь на вещь и она действительно цепляет себя изнутри вот она моя да и чувствование за чувствование тогда получается если ты себе отказал ты эту часть разорвал тушу если ты согласился и все эти вот это все сейчас смешки да ты смотришь к я поняла о чем ты говоришь вот она действительно есть моменты когда смотришь вот как я на свою машину смотрю до сих пор и я просто млею от нее реально не можешь говорит я не знаю чего ты млеешь я млею от ее формы и от ее сиденья от ее всего есть такое дело поэтому она у меня заводится а у него не заводится а у меня ни разу сбоя не давала вот поэтому есть 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 такое понимаю кстати она какое-то время еще будет твоей да еще будет я перед ответом полгода год будет и она будет хорошо работать ну я знаю технически очень хорошим состоянием просто перед отъездом и и причем то потом адаши женщине похоже кто тоже будет также кайфовать она как будто из хороших рук хорошие руки перейдет она такая вот привязка это останется а у меня к машинам я к машинам отношусь как к людям то есть я с машинами много работала и я с ними разговариваю они меня слушают они вот по максимально могут когда мне надо и в мороз и на что угодно рюбешки по коленвалу по коленвалу два дня ездила и ничего поэтому у меня машины я их люблю как людей они меня любят за это привет с прошлого привет из прошлого из ресурсной травмы привет такой уже уложившийся ушедший хорошо давай сейчас от темы души отойдем